Том Круз вернул все свои статуэтки «Золотого глобуса» из-за расового скандала. 58-летний Том Круз отказался от наград премии «Золотой глобус». Актера возмутил большой скандал. Исполнитель главной роли в фильме «Миссия невыполнима» трижды становился лауреатом премии, присужденной Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Жюри отменило работы артиста в картинах «Магнолия», «Джерри Магуэйр» и «Рождённый 4 июля». Однако теперь Том принял решение вернуть все три статуэтки. Таким образом, Круз выразил солидарность со Скарлетт Йоганссон и Марком Руффало, сообщает издание «Метро». Кинозвёзды раскритиковали организаторов премии. Процесс также выразила стриминговая платформа Netflix и Amazon, отозвав все свои фильмы с номинацией на премию. Телевизионный канал NBC, который ежегодно транслирует церемонию вручения награды, не станет этого делать в 2022 году. «Мы продолжаем верить, что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитированных при Голливуде, серьёзно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого рода требуют времени и силей. И мы считаем, что Ассоциация всё сделает правильно», – приводит CNN слова представителей канала. Ассоциация пообещала уже к началу августа пересмотреть собственный состав на фоне скандала. Исходя из опубликованного плана, в конце мая организация начнёт поиск минимум 20 новых членов жюри. Кроме того, пройдёт работа над новым этическим кодексом. Когда новое руководство будет избрано, старый состав сложит полномочия. Независимо от даты следующей церемонии, золотого глобуса, внесение изменений так быстро и вдумчиво, как это возможно, остаётся главным приоритетом нашей организации. «Мы приглашаем партнёров индустрии за стол переговоров, чтобы выработать систему реформ, которая назрела уже давно, как в нашей организации, так и в индустрии кино в целом», – говорится в сообщении на сайте премии. Скандал разразился после февральской публикации газеты Los Angeles Times. Издание сообщило, что в жюри премии, состоящей из 87 журналистов, нет ни одного темнокожего. В расследовании также были раскрыты финансовые схемы ассоциации. Скарлетт Йоханссон после выхода статьи уточнила, что избегала мероприятий ХФПА из-за сексизма. Звезда фильма «Люси» признавала бойкотировать премию до тех пор, пока не будет проведена фундаментальная реформа внутри организации. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди ещё много интересного. Благодарим, что вы с нами. Продолжение следует...